Доброе утро, дорогие друзья! На календаре 29 марта. Среда. Этот день принесет вам огромное количество приятных новостей. А в студию хорошего настроения этот день уже привел огромное количество прекрасных гостей, которых мы сейчас и приветствуем. Вместе с нами сегодня журналисты телегида «Антенна Телесемь» Инна Полюхович и газета СБ «Беларусь сегодня» Ольга Посияк. Девушки, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Раскрывайте скорее секреты, что на обложках ваших газет. Инна, давайте начнем сначала с вас. У нас на обложке угадайте число людей. Вот начнем отсюда, издалека. Количество людей. Заставлю вас угадывать, да. Но у нас, Саши, двое. В студии сейчас четыре человека. Если поделить одно на другое, я думаю, что три. Антон, наверное, уже подсмотрел, мне кажется. Угадать было невозможно. Невозможно предположить, что я мог с помощью математики. Сразу трое. Это Татьяна Буланова, Любовь Толкалина и Виктория Боня. И все они собрались в нашей обложке, чтобы... Татьяна Буланова и Виктория Боня. Мы очень правильно сделали, что между ними поместили промежуточного человека, который их объединяет. А между прочим, у них намного больше общего, чем может показаться. Потому что все они недавно пережили развод. И сейчас рассказывают, что жизнь после развода есть. И это жизни так плохо. Ну и что они говорят? Подождите, подождите. Может быть, они развелись с одним и тем же человеком? Может быть, один и тот же человек их бил? Нет, мужчины у них были, между прочим, разные. Разные были мужчины. Давайте тогда вскидку. Кто? Ну вот, например, Татьяна Буланова. Была замужем с футболистом. 11 лет. Но вот они развелись накануне Нового года. И, кстати говоря, как мне кажется, Татьяна больше всех переживает. Переживает все-таки. Да, уезжает в Испанию к морю, читает на балконе. Ну, как может, так справляется. А вот Виктория Боня, мне кажется, она вообще уже забыла. Да, ведь Алекс Мерфит из Монако, миллиардер. От нее ушел. Это вот с ней был миллиардер. Ну, она была замужем, поэтому она ее слишком расстроена. Он ушел к юной модели, похожей на Викторию, как две капли воды, кстати говоря. Но Виктория Боня долго не горевала. Она взяла свою дочь, их общую, улетела в Лос-Анджелес и уже собирается замуж. Может себе позволить. У нее уже новый супруг будет очень скоро. Говорят, что женщины годами убиваются. Нет, это не так. Они говорят, значит, что отлично быть разведенной, и при этом я уже счастливая собираюсь замуж. Я правильно понимаю? Да. И две эти мысли умещаются в голове Виктории Боня и совершенно друг другу не противоречат. Нет, не противоречат. Что с третьей? А Любовь Толкалина, это бывшая супруга Егора Кончаловского, сейчас вся ударилась в омолаживающие процедуры. Причем она не просто омолаживается, еще и выкладывает фото в соцсети. Результатов делится с подписчиками. Я видел, я ей по виду 12 лет. Это, конечно, фантастический результат. А ведь вместе они были с 96-го года. Столько лет. И вот продолжает жить. Было бы здорово, если бы в следующем выпуске вы поместили фотографию трех абсолютно счастливых мужей, бывших мужей этих прекрасных дам, которые говорят, что, ребята, если вы думаете, что настоящее человеческое счастье о том, что было в прошлом выпуске, вы еще не видели нас. То есть Антону нужно срочно переходить к нам работать. Антону на телесеме, потому что с такими идеями. Спасибо огромное. Это просто, да. Что в Советской Беларуси? Что в Советской Беларуси сегодня? У нас один из таких любопытных материалов, посвященных европейским играм, которые пройдут в 2019 году в Минске летом. И вот часто обсуждают о том, что много строят каких-то спортивных объектов к таким мероприятиям, а что потом с ними будет. И вот наши журналисты разобрались и выяснили, что на самом деле Беларусь решила так по-хитрому поступить в этом случае. То есть мы ничего не строим, мы реконструируем наши старые объекты. И вот наш журналист исследовал, как они будут использоваться, что это станет, в общем-то, таким подарком для людей, которые смогут им воспользоваться. И это будет очень плохая новость для стран, которые до этого ввели европейские игры и все остальные. Ну это всего лишь старые европейские игры. А что так можно было? Да, по-моему, первые были в Баку, если я не ошибаюсь. Какие наши стадионы знаменитые будут реконструироваться? Ну там в том числе стайки, там в том числе РНПЦ спорта, то есть ТИВ именно Тимошенко. То есть такие объекты, которые до них, возможно, бы не дошли руки, если бы не... Я думаю, что на Минск-арене все равно что-то пройдет. Мы без Минск-арена никуда не денемся, не обойдемся. Сложно сказать. Но было бы здорово, если бы провели какие-то спортивные масштабные мероприятия и в Минск-арену не заехали. Не все же коту Масленица. Инна, тут сорока на хвосте принесла, что один из ведущих программы «Утро-студия хорошего настроения», из парней ведущих, я напомню, у нас здесь, значит, Саша Меженны, Юра Царев и Антон Мартыненко. Вот один из них попал в телегит-антенна. И кто бы это мог быть? Вопрос от Александра Меженна и Антона Мартыненко. Почему это Царев? И как вообще, что он там делает? Что он вам рассказывает? Ну, во-первых, Антон, у Царева 6 апреля день рождения. Причем это двойной праздник в их семье, потому что... Так вот, что он такой довольный последние полгода ходит. Потому что он родился в один день со своей женой. Это у них совместный праздник на двоих. Это красиво. Но опять же, это не его заслуга. Это заслуга родителей его и родителей. Ну, какое красивое совпадение. Да, красиво. Празднуют они теперь красиво. Уж поверьте, а как они празднуют? Мы знаем, Юра в этот время не работает. И что он дарит своей жене? Какого цвета эти бриллианты? Можно прочитать на страницах антенны. Ну, вообще, расскажи, пожалуйста, ты же делала с ним интервью. Да, совершенно верно. Мы нашего коллегу Юру Царева в качестве интервьюируемого вообще не знаем. Вот он как на вопрос-то сам отвечает. Мне кажется, что Юра это один из лучших интервьюируемых возможных. Людей? Потому что он настолько же разговорчив, как и ты, Антон. Это большой плюс, конечно, для Царева. Например, рассказал, кстати говоря, что все же знают, что он занимается спортом. Для кого-то, в общем-то, не секрет, но оказывается, он не только занимается сам, но и тренирует свою дочку, которой 12 лет. И этот ребенок уже достиг таких успехов, что может ударом колена свалить взрослого мужика. Ну, если речь... Ну, это Юра Царева. Да, да. Папа выполняет функцию груши, как сам Юра признается. А что еще будет? Я знаю, что есть кулинарная рубрика. Поделитесь, вот, люблю я готовлю. Что там есть? Могла ведь сегодня прийти с пряным кофе. Так. Потому что именно пряный кофе будет в сегодняшней кулинарной рубрике. Да и вообще все блюда с пряностями. Например, плов с сухофруктами. Или рыба под арахисовым соусом. Вы представляете? По нашей традиционной грузской кухне. Да, совершенно верно. Но пряный кофе – это нечто. Я уже попробовала, честно скажу, приготовить. Это что-то невероятное. Какие там ингредиенты? Либо нужно все-таки прочитать. Все это вам расскажи. Конечно, нужно прочитать. Кофе, пряности. Пряности. Необходимо Инна, конечно, которая все это дело будет пить. Инна совершенно не обязательно для того, чтобы приготовить в домашних условиях. Но кофе, пряности и еще кое-что пригодится. Кое-что. Я знаю, что какие-то у нас новости в мире метеорологии. Беларусь что-то строит. Я знаю, что об этом пишет СБ «Беларусь» сегодня. Не то, чтобы строит. Мы открываем на базе Академии наук Центр климатических исследований, чего, в общем-то, не было в Беларуси. У нас обычно только погоду прогнозировали. А сейчас будут исследовать климат. Сейчас огромная новость для многих наших зрителей, что климат и погода – это две разные, оказывается, вещи. На самом деле это очень важно, потому что будут исследовать не только в мировых масштабах, а и в Беларуси. То есть как у нас меняется климат, чего ожидать. И это важно не просто для научного интереса, а важно для таких сфер, как сельское хозяйство, туризм. В этом тексте есть еще такие интересные факты. Научные, например, развенчивается миф о том, что наши белорусские болота – это легкие европы. Я сам этот миф пропагандировал до этой минуты всем подряд. А что такое? На самом деле, к сожалению, это не так. Почему? Я думаю, вы читаете в этой статье, немножко переоцениваете их возможность. Простите, я не буду читать. Я вот продолжу в неведении жителей. Забудем, забудем, мы будем дальше думать. Серьезно? То есть наши болота – это не легкие Европы? Ученые… Сейчас кажется просто, что это легкие всей планеты. Нет, ученые, к сожалению, говорят, что они не спасают ситуацию, поэтому… Инна, о ком еще из знаменитостей будет в новой газете? Написано. Например, о Ксении Собчак, которая собралась худеть. Причем решила похудеть она за два месяца. Ну, посмотрим, получится у нее это или нет. И первыми, конечно же, об этом напишем. Здорово. Но каких-то особенных диет, подробностей не сообщаем. Просто худеющая Ксения Собчак. Это уже должно быть стимулом. Напомним, что сегодня в студии «Хорошего настроения» с нами были журналист телегида «Антенна» Телесея Мина Полюхович и газета «АСБ Беларусь. Сегодня» журналист Ольга Посияк. Девушки, спасибо вам огромное, что это утро встретили вместе с телеканалом СТВ. Спасибо вам большое. А в студию «Хорошего настроения» мы вернемся после небольшого перерыва.